За прошедшую неделю, начиная с 16 февраля 2003 года, на территории Балашикинского района произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 3 человека, одним из которых был ребенок. 16 февраля в 18 часов по улице Гагарина, около дома номер 12, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на 15-летнюю ученицу школы. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована. На территории района не сокращается и количество угонов. За два месяца прошлого года было угнано всего 37 автомашин, а обнаружено 5. То в этом году уже угнано 62 автомашины, а обнаружено 16. Самое интересное, что угоняют любые автомашины. Но, как правило, самые популярные машины это переднеприводные. Угоняют, кстати, в основном с улицы. Вы заметили, что за вами следует какая-то автомашина довольно долгое время. Припарковалась, например, рядом с вашей автомашиной. Вы вышли из своей автомашины, включили сигнализацию, а она вдруг не сработала, не запищала, да? И замки не сработали. А сработали только на второй раз. Вполне возможно, и даже скорее всего, что вашу автомашину сканировали. Ни в коем случае нельзя оставлять машину без присмотра и уходить от нее. В 2003 году для владельцев автотранспорта был изменен порядок уплаты транспортного налога. Если до этого года налог можно было заплатить в ГИБДД, то теперь... Закон о транспортном налоге в Московской области был принят 16 ноября 2002 года. И в настоящий момент вступил в свою законную силу. Каждому владельцу транспортного средства домой придет извещение с налоговой инспекцией, в котором будет декларация по налогу с владельцами транспортных средств. В этой декларации будет рассчитан налог, который предстоит будет уплатить каждому владельцу. В связи с нововведениями возникают некоторые проблемы, связанные с недоработкой совершенством законодательства. Одна из них – оплата налогов на транспорт официальным владельцам автомашины, несмотря на неоднократную переписанную доверенность.